Я Джордж Гэллоуэй. Я провел несколько десятилетий в Лейбористской партии и в парламенте с Тони Блэром. Я также выступал против его и Буша, наряду с миллионами людей по всему миру. С тех пор каждый прогноз, который мы делали, трагически разыгрывался перед нашими глазами, но оставалась еще одна никем не предсказанная вещь, кошмарная история, которая была впереди. Проект «Заработок Блэра». Этот фильм профинансировали более 5000 человек, которые стремятся внести ясность о практически убийстве Лейбористской партии Блэром, об уничтожении Ирака, а также об огромном финансовом убийстве, которое он совершил после этого. Это убийство Тони Блэра. Когда Тони Блэр ушел с поста премьер-министра в 2007 году, он, не теряя времени, вышел на прибыльные схемы публичных выступлений. Туда, где его высказывания, очевидно, были в большем спросе. Сегодня для правительств разных стран единственная трудная вещь — довести дело до конца. После своей первой остановки в Народной Республике Блэр увез от китайцев почти четверть миллионов фунтов стерлингов за речь, которая длилась один час. Искусство лидерства — это комбинация умения слушать и управления. С тех пор его гонорары пошли вверх, а его речи заставили его путешествовать по всему земному шару. Но еще более прибыльное для Блэра, чем публичное выступление, является его глобальная бизнес-империя со штаб-квартирой в Лондоне, в богатейшем районе города Мэйфэйр. Вы упомянули масштаб этого. В скольких странах вы думаете, Тони Блэр в настоящее время работает? Ну, есть по крайней мере 20, но может быть и более 30. Я могу поручиться за 20 стран. Тони Блэр Инкорпорейтед, как и Британская империя в период своего расцвета, настолько обширна, что над ней солнце никогда не заходит. Но, как говорил мой ирландский дедушка, это потому, что никто не доверяет англичанам в темноте. Также и выбор Блэром своих клиентов тоже не внушает доверия, к примеру, правитель Казахстана. Тони Блэр и Нурсултан Назарбаев встретились в первый раз, когда Тони Блэр был все еще премьер-министром Великобритании. Он стал одним из самых преданных клиентов Блэра. У Назарбаева в то время было что-то вроде проблем имиджа. Несмотря на то, что из его губ часто вылетали слова о демократии, он всесторонне рассматривается как диктатор. В конце концов, он управляет Казахстаном четверть века. Те, кто критикуют президента, им грозит тюремное заключение. Но его оппоненты не всегда так удачливы. Лидеры оппозиции и преемники не просто втихую убиваются, они открыто расстреливаются. Самое худшее злодеяние в Казахстане, которое произошло за последние несколько лет, было, когда правительство расстреливало около 60 бастующих нефтяников. Многие надеялись, что новый самодержец осудит массовое убийство. Вместо этого Блэр вскоре был в главной роли в казахстанском пропагандистском фильме. В президенте Назарбаеве важное то, что, я думаю, у него есть сочетание твердости, необходимое для принятия решений, чтобы вывести страну на правильный путь. Но также, я думаю, в определенной степени проницательность и гениальность, что позволило ему оперировать в регионе, который является самым трудным. Блэр в свое время был поддержан регионом добывающей промышленности в начале своей парламентской карьеры, а сейчас он принимает огромные банковские чеки от того, кто расстреливает бастующих рабочих добывающей промышленности. По сообщениям СМИ, гонорар Блэра в Казахстане достигает 16 миллионов фунтов стерлингов в течение двух лет. Но за что такой королевский откуп? За хороший менеджмент, утверждает Блэр. Но просочившееся в СМИ письмо, которое он послал Назарбаеву, свидетельствует об обратном. В нем Блэр учит диктатора представить его резню в Жанаозине для западной аудитории в Жанаозине. В любом случае, это трагические события, но это не должно заслонять тот огромный прогресс, который достиг Казахстан. Отвечать в связи с этим для западной прессы лучше так, как я предлагаю. Подпись. С наилучшими пожеланиями я с нетерпением жду нашей встречи в Лондоне. На вечно ваш Тони Блэр. Только освободившись от своей высокооплачиваемой работы на Назарбаева, Блэр уже вскоре молился о другом диктаторе. До свидания. Продолжение следует...